Добрые сказочные герои, ростовые куклы, почта Деда Мороза, фотозона с профессиональным фотографом, аквагрим, игры, мастер-классы, сладкая вата. Различные активности на любой вкус. Ждали детишек на новогодней благотворительной ёлке добра, мандариновое настроение. На новогоднее мероприятие пришли семьи, которым особенно необходимо внимание и тепло. На праздники были дети с ОВЗ, дети из неполных и многодетных семей, дети участников СВО, воспитанники из тёплого дома. На праздники было порядка ста семей. На праздничном вечере для гостей подготовили концерт с выступлением творческих коллективов, программу с интерактивными играми и дискотеку с розыгрышами призов. Главной героиней праздника была красавица Зима и её друзья Снегурочка, Дед Мороз и сказочные помощники. Дети с удовольствием поддерживали выступающих, танцевали и участвовали в игровых заданиях. Как в гимнастике выступали или как там с рулём выступали девушки. У меня там двоюродная сестра была. Ну и мастер-класс всякий классный. Ну там я ёлку делала, карто, матовую лодниками. И несколько раз делала пряники всякие там, украшала. Главное это любить свою семью под Новый год, всем вместе собраться. Ну и чтобы были все счастливые. С Новым годом! Благотворительная ёлка прошла по инициативе Марии Ивановой. При поддержке предпринимателей, депутатов и всех неравнодушных саровчан, которые деньгами или трудом внесли свою лепту в организацию праздника и подарили сотням детишек новогоднюю сказку. Мне понравилось, как выступали участницы на сцене, как играли в шарики. Аквагрим понравился, фотозона понравилась. Мне понравилось, что с моей семьей мне было тут весело. А за что любишь Новый год? За то, что много подарков дарят. За то, что Дед Мороз со Снегуркой приходит, и надо стихотворения рассказывать. Надо сидеть за столом в 12. После мероприятия все участники получили подарки. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.